Приветствую коллеги от аналитика валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмилу и сами я Артур Идиатурин. Главной темой торгов в понедельник стал возобновившийся рост рыночных безрисковых процентных ставок в США. Основным бичмарком данных ставок является у нас доходность 10-летних казначейских облигаций. Я напомню, у нас с начала февраля происходит довольно-таки бурный рост данной рыночной ставки. Мы видим, что она в начале февраля составляла 1% и буквально за неполный месяц она подлетела на 0,3%. Для самого большого долгового рынка в мире такое движение означает очень сильный отток с облигацией дальнего погашения. На прошлой неделе у нас происходила вот такая вот консолидация вот здесь в районе 1,30%, но на этой неделе мы увидели новый максимум. В понедельник у нас доходность облигаций уже составляла вот здесь на пике 1,38%. Фондовый рынок у нас отреагировал незамедлительно на данную тенденцию. Мы сегодня можем видеть негативную реакцию во всех американских фьючерсах, ASP500, NASDAQ сильнее других падает, Dow и, собственно, RASA до 1000. Все они падают. Не очень хорошо себя чувствуют европейские рынки. Также вот здесь у нас умеренная коррекция. Доллар у нас под небольшим вот таким давлением находится. Потерял он 0,1%. А нужно иметь в виду, что вот это движение в облигации, вот этот рост доходности, за ним нужно очень внимательно следить, потому что есть два канала, через которые рост доходности облигаций, рост доходности трежерис, он оказывает влияние, он оказывает давление на фондовый рынок. То есть вот мы видим, да, очевидно, что у нас происходит вот здесь вот этот рост, и именно в последнее время у нас не очень хорошо себя чувствуют, у нас снижаются фондовые рынки в США, фондовые индексы. Значит, смотрите, у нас есть два канала. Первый канал – это у нас выбор между акциями и бандами. Вот смотрите, у нас есть, допустим, в данном случае акции и банды. Когда у нас доходность по облигациям слишком низкая, инвесторы должны, по идее, предпочитать искать место, где припарковать свой капитал, во что-то более доходном. То есть они рассматривают акции как некоторое предпочтительное место для вложений, потому что альтернативный класс активов, долговой рынок предлагает очень низкую доходность. Собственно, когда у нас происходит вот такой вот сильный рост доходности по долговым инструментам, по казначейским облигациям, часть инвесторов на фондовом рынке, она начинает задумываться, почему бы мне не сбросить часть акций и не переложиться в подешевевшие банды. Они сейчас предлагают уже более-менее получается доходность. Почему бы не переложиться? То есть у нас происходит ротация, переток из фондовых активов, из акций в облигации, потому что облигации, как мы видим, подешевели из-за роста доходности, и сейчас предлагают вот более-менее доходность. Прежде всего, инвесторы у нас кидывают акции роста. Это акции, которые у нас имеют наибольшую дюрацию. Дюрация – это вот мера того, насколько растянуты платежи по активу во времени. У нас именно акции роста, акции из технологического сектора, они не платят дивенденды. По ним поток платежей очень растянутый. Доход по ним, выручка по ним, да, грубо говоря, поток платежей, который по активу получает инвестор, он растягивается на 10 и более лет, пока они там начнут где-то платить дивиденды, пока он там получит, да, там доход на капитал и так далее. Собственно, у нас, как мы видим, по акциям роста вот дюрация очень высокая, и, собственно, ближайшим, ближайшим субситутом, ближайшим заменителем как раз является вот, как раз являются облигации, да. Мы с вами рассматриваем, в данном случае, 10-летние казначейские облигации, и, по сути, у нас происходит переток из акции роста, да, где дюрация высокая, вот, в ближайших родственниках на долговом рынке, именно вот в казначейские облигации. Собственно, поэтому мы можем видеть с вами следующий вот такой вот момент. У нас вот здесь видно, что именно NASDAQ, именно технологический индекс, мы сегодня видим, он у нас полтора процента потерял. И я вот хочу вам напомнить, вы можете посмотреть, что есть следующая тенденция. У нас NASDAQ падает сильнее, чем остальные индексы, чем остальные, вот, фьючерсы, если мы смотрим, фьючерсы NASDAQ падают сильнее, именно с вот этой тенденцией, с ростом доходности. Потому что, как я уже сказал, именно в данном секторе, в данном индексе, у нас большое число акций, которые имеют высокую дюрацию. Их ближайшим родственником, куда можно переложиться, являются как раз-таки вот долговые инструменты, какие-то вот долгосрочные газначейские облигации, да, по которым вот также дюрация высокая. Собственно, поэтому именно оттуда очень сильный переклад как раз-таки идет. Это у нас первый канал, ротация из фондовых активов в долговые. Второй фактор, второй драйвер – это у нас стоимость заимствований. Смотрите, когда у нас повышается доходность по казначейским облигациям, это означает, что у нас растут в экономике процентные ставки. В том числе, получается, так как у нас это базовая ставка безрисковая, да, доходность по казначейским облигациям, эффекты от ее роста, эффекты от вот этого повышения, они постепенно просачиваются на другие кредитные, на другие долговые рынки. И это, естественно, означает, что стоимость заимствований для компаний, для фирм на какой-то вот долгий срок, да, чтобы занять средства, вот эта ставка, которая будет по вот этим заимствам, она также будет расти, потому что базовая ставка у нас растет. Собственно, понятно, компании из-за вот этой тенденции постепенно утрачивают доступ к дешевой ликвидности, ставки для них растут, чтобы занимать, понятное дело, так дешево занимать они уже не могут. И, понятное дело, это все учитывается в акциях. Если у компании нет доступа к дешевой ликвидности, значит, риск в компании растет, потому что она, например, не сможет дешево перекредитоваться, если нужно будет. Понятно, да? Растет у нас безрисковая ставка, растут у нас все остальные автоматические ставки, в том числе стоимость заимствования для компаний, поэтому мы видим у нас вот такую тенденцию, поэтому у нас снижается вот здесь фондовые рынки, фондовые активы у нас терпят вот давление вот такое вот, как раз-таки преимущественно из-за второго канала. Значит, вот эти два канала нужно иметь в виду, если мы рассматриваем, дальше изучаем, как у нас доходность двигается, если она растет дальше вверх, фондовый рынок у нас будет оставаться под давлением. Потому что есть два канала, которые мы с вами обсудили, их нужно иметь в виду, через которые у нас просачивается давление на фондовые рынки с долгового рынка, с тенденцией, которая имеется у нас на долговом рынке. Значит, номинальные ставки в США у нас растут из-за ожиданий, я напомню, фискальных стимулов, это новый пакет поддержки от администрации Байдена на 1,9 триллиона долларов. Естественно, они приведут к росту предложения трежерис на рынке, потому что нужно будет занимать, и инвесторы склонны, собственно, это отражать в цене, они скидывают по этому облигации, поэтому у нас доходность вот здесь, как мы видим, растет. Это первый момент. Второй момент у нас, вот этот стимулированный, вот этот рост экономики на стероидах, на госрасходах вот этих, да, он у нас должен привести к более высокой инфляции. Рост экономики равно более высокой инфляции. Естественно, инвесторы у нас склонны закладывать более высокую компенсацию за риск, вот эту инфляционную премию как раз-таки в облигациях. Это очень хорошо видно из следующего графика. Значит, у нас здесь представлены доходности двух инструментов, двух активов. Это доходность десятилетних казначейских облигаций обычные, и доходность десятилетних казначейских облигаций, которые индексируются на инфляции, которые защищены от инфляции. И что мы можем видеть? Значит, я вот условно назвал доходность вот этого инструмента, да, защищенных от инфляции. Облигации я вот условно назвал доходность, да, по ним, как реальная ставка. Потому что, ну, грубо говоря, это вот безрисковая ставка, очищенная от инфляции. Мы видим вот, собственно, вот такую динамику. Я вот здесь показал пунктирные стрелочки. Ну, в принципе, видно, да, то, что вот как бы здесь был рост, но опять она вернулась на тот же уровень. То есть, по сути, реальная ставка у нас с октября 2020 года, да, вот здесь вот. Она вот как дошла до этого уровня, с сентября даже. И вот она вот примерно вот на этом уровне и остается. Вот здесь только начали какой-то рост пошел, но тоже пока еще не ясно. Но, но, если мы посмотрим на номинальные ставки, я также обозначил в виде номинальной ставки, это вот доходность 10-летних казначейских облигаций. Это некоторое такое общее понятие номинальная ставка, да, реальная ставка плюс инфляция. Мы видим, что именно она у нас растет. Реальная ставка не растет, стоит на месте, но номинальная ставка растет. Что это означает? Это означает, что у нас рынок постепенно пересматривает ожидания инфляции, того, как будет расти инфляция в США. Собственно, вот сравнивая вот эти, доходности двух этих инструментов, вот вычисляя вот эту вот разницу, да, вот это расстояние между, вот на графике между ними, мы будем получать, по сути, ожидаемое значение инфляции. Какую инфляцию ожидает рынок на 10-летнем горизонте. Здесь вот именно важна сама тенденция. Мы видим, что у нас номинальная ставка устойчиво растет, реальная ставка стоит на месте. У нас есть инфляционные ожидания, да, вот, которые руководят у нас долговым рынком, которые у нас руководят в том числе и фондовым рынком, вот за счет тех вещей, о которых я вам рассказывал. Значит, на фондовом, на этой неделе, давайте отсудим с вами, что у нас будет на этой неделе. Значит, у нас намечается выступление главы ФРС Джереми Пауэлла в Конгрессе. Он у нас будет выступать завтра. И данное выступление интересно тем, что с этим выступлением также рынки получат в свое распоряжение полугодовой отчет ФРС по монетарной политике. Каждые полугода у нас выходит отчет ФРС, в котором, в общем, излагает регулятор свое видение монетарной политики. И сейчас очень важно понять, что же у них будет представлять политика, потому что они, напомню, у них новая концепция таргетирования инфляции. И пока еще никто не понял, и сами я, и чиновники, наверное, не совсем понимают, что они имеют в виду. Они только вот проясняют еще, да, вот эти очерчивают контуры того, как будет преследоваться инфляция. Для рынков важно следующее, им нужно получить ответ на следующий вопрос. Как, какая динамика инфляции, как должна инфляция развиваться в США, какую траекторию принять, какой темп роста должен быть, чтобы ФРС начал повышать ставки. Потому что пока идут разговоры, что очень слабое давление инфляции, забудьте о повышении ставок и так далее. Рынок хочет получить инструкции, а когда все-таки, что нужно в данных увидеть, чтобы ожидать, что вы начнете действовать, вы начнете нормализовывать политику. Собственно, предполагается, что вот в этом отчете, да, который появится завтра, вот появится, да, вот эта информация, что же такое новая концепция таргетирования инфляции. Естественно, речь идет не о повышении ставок, не о инфляции на 1-2 года. Понятное дело, ставки будут на нуле в это время. Мы говорим о более долгосрочных каких-то инструментах. Да, именно они будут реагировать на то, как в будущем там ФРС будет повышать процентные ставки. Но, но, понятное дело, что у нас есть цепная реакция, эти долгосрочные долговые инструменты отреагируют, все остальное также двинется. Поэтому завтра ожидаем движение по доллару, движение в долговых инструментах на фоне вот релиза данного отчета, который сопровождается еще и выступлением Паула. Значит, по доллару США давайте с вами рассмотрим основную, основной расклад, да, по нему. На мой взгляд, он у нас будет продолжать движение вниз. Вот здесь я привожу некоторый технический расклад. У нас благоприятная продолжается, остается среда для роста спроса на рисковые активы. Почему? Потому что на прошлой неделе мы видели с вами просто чрезвычайно сильный скачок в розничных продажах в США. Там было плюс целых 5,3%. Там ожидался рост на 1,2%. То есть значительное превышение ожидаемого показателя, значительное превышение прогноза розничных продаж. Но при этом, при этом мы вот на выходных, мы получаем в понедельник сегодня информацию, что Байден продолжает, администрация Белого дома продолжает готовить пакет на 2 триллиона долларов, пакет мер поддержки. У нас есть очень сильный экономический момент в США, который вот виден, он у нас есть, мы его отчетливо видим, получается, в потреблении особенно. Но при этом продолжается, сюда еще накладываются ожидания, что не пересмотрят они пакет стимулов в меньшую сторону, потому что есть росты ко мне. Они все равно доведутся в обещании до конца и будут 2 триллиона долларов. Собственно, поэтому это и стимулирует спрос на риск, потому что пересматривается одновременно у нас экономическим моментом в США, но при этом остаются неизменными как процентные ставки ожидания по ним, процентные ставки ФРС, так и ожидания по фискальным стимулам. Значит, понятное дело, у нас рост спроса на риск, у нас вот эти инфляционные ожидания растущие, это все у нас комбинация, это негативная среда для доллара. А доллара, это нужно вот помнить, это два макрофактора, которые у нас, вот этот основной тренд медвежий по доллару, вот здесь по индексу доллара, они у нас обосновывали, да, вот эти два фактора. Собственно, что мы видим, да, вот здесь по тех картине? Значит, как я и говорил, у нас основной вот здесь медвежий тренд двигался, он у нас развивался вот здесь, наткнулся он на уровень 90, и вот здесь, получается, у нас был вот этот коррекционный канал. Можно видеть, что он продолжался до середины примерно февраля, до первых даже часов февраля, вот здесь произошел вот этот, отметил, пробой, да, вот этого коррекционного канала, ну и можно вот предполагать, что вот здесь завершение, завершение коррекции, да, от уровня 90, оно у нас вот здесь именно это завершение произошло. Собственно, потом мы вышли, и здесь уже перешла игра в горизонтальную зону поддержки, да, тут уже, мы понимаем, да, вот здесь была коррекция, какие-то еще были попытки, возможно, перейти в рост, потом, когда коррекционное движение было сломлено, мы уже боремся вот здесь, за горизонтальную зону поддержки, видим несколько тестов вот здесь, и так далее. А вот здесь в качестве дополнительного аргумента можно вот рассмотреть, что вот эта поддержка перешла вот здесь, грубо говоря, в потолок, да, который у первого сцена, индекс доллар у нас пошел вниз, борется он у нас, опять же, за горизонтальную зону поддержки, то есть давление медведей у нас растет. Я ожидаю, собственно, что ближе к концу этой недели, вот у нас Павлов, наверное, поддержит, и в целом отчеты, выходящие по американской экономике, поддержат. Дальше спрос на риск, инфляционные ожидания будут дальше развиваться. В отрицательные для доллара в траектории, да, будут они дальше способствовать снижению доллара, на мой взгляд, поэтому я ожидаю вот снижение, пробой вот не удержит, да, у нас покупатель этот горизонтальный уровень, и доллар у нас перейдет здесь вниз, да, перейдет ниже уровня в 90 пунктов, так как, ну, завершилась вот коррекция. Вот, собственно, это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, комментарии, дельные мысли, вы к вам под видео, я буду рад с вами их обсудить. Не забудьте поставить лайк или дизлайк, да, чтобы я видел вашу реакцию на данное видео, на данный видеообзор. Ну, на этом у меня все, я завершаю свой обзор, всего доброго, торгуйте в пророке.